Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 1175. Тема «Деньги». Я сама видела, как епископ Антоний возле церкви не раз подавал этим пьяницам деньги всем подряд и улыбался им. Молоденький прислушник держал перед ним какой-то мешочек с мелочью, который он горстями раздавал налево и направо. Попрошайки довели друг друга и облепили епископа со всех сторон. А вы говорите, что нельзя подавать этим людям. Кто из вас прав? Отвечает Игнатий Тихонович Хлапкин. Этим любил заниматься русский князь Иван, прозванный Калитой, денежный мешок. Да и другие цари и богатеи метали в народ монеты дешевый популизм. Эти приверженцы забывают о подателе такой милости в ту же самую минуту, как только деньги очутились в его кармане. Эти проходимцы возле церкви абсолютно ненасытные утробы. Они подобны тому пьянице, жажду которого решили удовлетворить. И спросили, если эту реку сделать водой, тебе хватит? Он ответил, нет, не хватит. А если море и океан сделать вином? Он ответил, и этого не хватит. А сколько же еще тебе сверх того надо? Бутылку. Походатайствовал перед властями. А я готов был взять их за руку и пойти вместе с ними в собес. Но после этого разговора все они ведут себя одинаково. Когда я прохожу мимо, они опускают голову, чтобы не здороваться, будто они меня не узнали. Работающие в милиции следователи с домушниками, которые, в круглых скобках, которые обворуют квартиры. Эту страсть к воровству называют клептоманией. И сравнивают ее с наркоманией. И говорят, что практически не знают ни одного случая, чтобы кто-то, своровав, после этого снова не залез. Это, конечно же, знали святые отцы вселенских и поместных соборов. И написали правило, что просить могут только те, у кого на руках есть мирные грамоты, которые выдают в церкви. А у остальных хотя бы были иконы, и встретились они на базаре, то стоглавый собор повелевал иконы отбирать, а их батагами бить и изгонять из города. У Антония много денег и никакого уважения к церковным канонам, и много трусости перед всеми, даже перед проходимцами церковными. О том, чтобы не подавали милостями этим попрошайкам, в Барнаульском Покровском соборе говорил проповеди только один священник, отец Симеон Титов. И один из попрошайок кинулся на него драться и пробил ему голову. Мы этого Сашку скрутили, но за него стали заступаться бабушки. Теперь он попрошайничает прямо напротив краевого суда.